Всем привет, с вами Денис Мейджор. В последнее время вышло очень много игр и было очень мало времени во всё это поиграть и тем более высказать какое-то своё мнение. Поэтому я решил вот в одном видосе, вот в этом, высказать мнение сразу по четырём играм. И да, это никакой не обзор, просто моё мнение об этих играх. Поехали! Ну и начну я с Horizon Forbidden West, продолжение игры Horizon Zero Dawn на PlayStation. PlayStation, это эксклюзив PlayStation, который вышел для PlayStation 4 и PlayStation 5, и я играл в эту игру на PlayStation 5. То есть, как бы, лучшая версия, ну, по крайней мере, пока её не портировали на ПК. И тут я сразу должен признаться, что на самом деле я не очень люблю вообще такую стрельбу из лука, какая есть в Horizon Zero Dawn и в Horizon Forbidden West, соответственно, тоже. То есть, когда ты должен постоянно бегать, вот это, заряжать, стрелять, заряжать, стрелять. Не просто нажал, там, и пулька вылетела, как в шутерах от третьего лица, а именно вот такая заряженная стрельба. Я даже в том же Метроиде не люблю чардж-атаки, где нужно постоять, зажимая кнопку и потом стрелять. И меня часто на стримах по тому же Метроиду спрашивают, Денис, чё ты не юзаешь чардж-атаки, с ними же гораздо эффективнее. Вот ничего не знаю, мне гораздо эффективнее нажать и попасть сразу. Потому что, когда я сразу нажимаешь, попадаешь и, ну, можно как-то эффективнее целиться, а тут нужно с упреждением целиться, нужно как-то ждать. На мой взгляд и темп стрельбы хуже и вообще, но это про Метроид. Но, что касается Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, то я надеялся, что в игре будет больше ближнего боя. Потому что ближний бой был, в принципе, ещё в первой части, но он был такой, ну, не знаю, сугубо утилитарный. Я надеялся, что во второй части сделают его больше. Но, к сожалению, этого не произошло. Конечно, это чисто мои такие хотелки, надежды, я не получил просто того, чего я хотел. Ну, так я и говорю просто о своих личных впечатлениях. И вот лук для меня, это, знаете, такое просто оружие стелса. Когда ты крадёшься где-то, когда враг тебя не видит в траве, может быть, даже так прицеливаешься, стреляешь. Ну, и потом, если тебя уже обнаружили, переходишь на какое-то другое оружие. Либо, да, круто стрелять в каких-нибудь играх, ну, типа той же Зельды Breath of the Wild, когда ты падаешь откуда-то и с замедлением. В принципе, замедление времени в Horizon Forbidden West тоже есть. Там оно постепенно прокачивается, но в основном всё равно тебе приходится постоянно бегать и вот так вот отстреливаться от роботов. Да, там есть ещё и другие всякие штуки, но, опять же, всё это мне не очень интересно. Мне гораздо более интересен ближний бой. Впрочем, конкретно в Horizon Forbidden West расстроила ещё такая, знаете, общая неотполированность проекта. Постоянно какие-то глюки мелкие, не ломающие игру, не вылетающие, не так, как было с киберпанком, но, тем не менее, всё равно не чувствуется какого-то такого отполированного эксклюзива Sony, как у них обычно бывает. Мир меня тоже не порадовал, потому что, с одной стороны, о, у нас тут огромный мир ещё больше, чем раньше, а с другой стороны, тебя просто постоянно ограничивают. И даже игра начинается с того, что ты долго-долго ходишь по каким-то одинаковым коридорам, и потом выходишь вроде бы в открытый мир, но это ещё не открытый мир, пройди-ка ещё секцию игры, и только спустя часов, там, я не помню, 5-6, может быть, больше, ты выходишь в настоящий открытый мир. Но даже там возникает постоянное ограничение, причём, ладно бы эти ограничения были естественного какого-то происхождения, ну, типа гора непреодолимая, но самый-то прикол, что вот эти горы, я на них могу залезть на эту гору, залезаю, иду по такой полянке на горной, где там кто-то ещё бегает, я даже ресурсы могу собирать, то есть вроде бы как бы зона здесь активная, а потом мне преграждает путь, просто невидимая стена, и мне говорят, дальше пройти нельзя. И вот, ну, ну почему? Почему опять же нельзя там забором, горой ещё как-то это ограничить? Ну пусть, ладно, тоже не очень прикольно, но я понимаю, не может быть у тебя бесконечный открытый мир, ну, есть у нас игры с бесконечным открытым миром, но это отдельная тема, но здесь это нормально было бы, но не так, как это сделано. Ну и история тоже, вот честно не скажу, что стало интереснее, мне кажется наоборот, вот даже в первой части, когда ты открывал, узнавал, как этот мир произошёл, как Элой произошла, как всё это здесь получилось, в этом была какая-то тайна, загадка, и было что-то интересное, так что в какой-то степени для меня лично продолжение Horizon даже хуже, чем первая часть. Ну вот извините, такой вот я странный человек. Едем дальше, Elden Ring, ну это у нас в очередной раз просто Dark Souls, то есть Миядзаки, видимо, никакие другие игры делать не умеет, то есть если в Секеры действительно ещё как-то максимально отошли от формулы Dark Souls, то здесь у нас просто, ну, Dark Souls 4, просто добавили открытый мир, и открытый мир похож на Зельду Breath of the Wild, но это не обязательно хорошо, но об этом я ещё расскажу. Суть в том, что у нас здесь постоянно реюз, но не текстур, а анимации, то есть реально все вот эти удары, там берёшь обычный меч или щит, все эти удары я уже делал раньше во всех других частях Dark Souls, и в Demon's Souls, и здесь это снова, ну, то есть ты как будто играешь в ту же игру, она ощущается как та же самая игра, если мы берём Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, ну и немножко Bloodborne, хотя Bloodborne всё-таки тоже немножко отличается, наверное, но не так сильно, как даже отличаются там разные части, не знаю, какой-нибудь той же Зельды. Но да ладно, не то чтобы это сильно плохо, потому что Dark Souls, в принципе, игры хорошие, другое дело, что мне всё-таки кажется, что есть некоторые устаревшие решения в геймдизайне, которые стоило бы изменить, ну, например, постоянное возрождение всех врагов, ну, то есть, почему не сделать какое-то ограниченное возрождение врагов, ну, каждый раз, когда ты умираешь, возрождаются все враги, и такое ощущение, что нет какой-то прогрессии. Вот во второй части вроде попытались, и не самый плохой способ, может быть, и не самый лучший, когда там 12 раз врага убиваешь, и всё, он больше не появляется. Ну, и вроде не самый плохой, но просто смотрите, обычно в играх с открытым миром, если тебе где-то сложно, ты можешь пойти в другие области мира и зачищать всё там. Но в Elden Ring спустя какое-то время вообще непонятно, что ты зачистил и где, а что и где не зачистил. Враги возродились и ходят как обычно, и если в той же ботве они возрождаются только в кроволуние, то здесь с каждой твоей смертью. Я даже сколько гайдов смотрел, если ты пришёл к боссу, и у тебя там с пятого-десятого раза не получается его завалить, ну, просто попробуй походить где-то ещё, ты, видимо, ещё не готов к этому боссу. Ну да, где-нибудь ещё, и ты идёшь где-нибудь ещё, а там, может, вообще ещё более сложный босс. Игра тебя не ведёт за ручку, это хорошо. То, что квесты тебя не ведут за ручку, то, что нет маркеров квестов, это, в принципе, хорошо, хотя в какую-то внутреннюю тетрадку они могли бы записываться. Ну, то есть, какая разница, ты будешь сидеть с тетрадкой, или бы эта тетрадка была тебе встроена в игру, ну, без маркеров, ну, просто встроена, ну, типа, ты услышал уже квест, ну, и где-нибудь в логе его нашёл. Может, правда, там так и сделано, но я не нашёл, напишите мне об этом в комментах. Но всё-таки мне кажется, что отрежиссированные такие локации из предыдущих частей, из любых, и включая Секера и Бладборн, были всё-таки лучше, чем этот открытый мир, который, ну, вроде бы клёвый, но, ну, Dark Souls это не игра про открытый мир всё-таки, а это Dark Souls, и в открытом мире ты, ну, ты скачешь, ты куда-то пришёл и нашёл фактически те же линейные локации, но они здесь сильно проще, чем были линейные локации в Dark Souls. То есть, даже помните, когда я только начинал стримить Elden Ring, я сказал, что здесь вот открытый мир из Батвы, а данжи из Скорима. Я был неправ, данжи здесь скорее из Обливиона, а не Скорима. В чём разница? Разница в том, что данжи в Обливионе были, ну, примерно одинаковые и довольно схематичные, и не очень интересные. А данжи в Скориме уже получили какое-то разнообразие. Так вот, в Elden Ring данжи скорее из Обливиона, особенно вот эти маленькие с каким-нибудь примитивным боссом. Ты туда заходишь, и там обычно два коротких пути, но один закрыт, пока ты не пройдёшь по первому, чтобы открыть второй, где уже будет босс. Или есть вообще всего один путь с возможностью как-нибудь быстро срезать и добежать до босса. Но даже во всяких замках, которых здесь тоже немало, и они, наверное, больше всего похожи на Dark Souls, но всё равно здесь мне не так интересно бродить, как в любой части Dark Souls. Ещё опять у Медзаки проблемы с чекпоинтами, которые расставлены абсолютно непонятно как. То у тебя вот простая какая-то локация, здесь два рядом чекпоинта, вообще непонятно, зачем их два рядом, и одного бы хватило. То наоборот, я помню, шёл-шёл куда-то, далеко шёл-шёл, значит, нашёл какую-то крепость, зачистил её полностью, убил там и всех врагов, и каких-то джиггернаутов этих, ну, сильных врагов. Всю её залутал, потом пошёл куда ещё, шёл-шёл, спустился в какой-то подземелье, и там меня случайно кто-то убил, я даже не понял кто и что. И знаете, где я появился? В самом начале этой игровой сессии, ещё до этой крепости. И я такой, ну вот зачем? Ну то есть, и в чём смысл? А где ты бы, опять же, прошёл два метра, и снова чекпоинт? Непонятно. Если взять ту же Батву, или взять даже, прости господи, игры Юбисофт, то там ты примерно понимаешь, где будут точки быстрого перемещения, там, нашёл святилище в Батве, точка быстрого перемещения, или там какой-нибудь One Post в Ассасине, или вышка, или ещё что-нибудь. Ты примерно понимаешь, где будут точки перемещения, где будет чекпоинт, где будет это всё. В Элден Ринге, ну я так до сих пор не понял, вот где конкретно будет тот же чекпоинт, или точка быстрого перемещения. Ну да, тебя иногда ведёт вот этот лучик на следующую, ну как бы по сюжету следующую точку. Но какой-то логики в самом мире в этом нет. То есть, эта точка может находиться просто среди деревьев, и вот, пожалуйста. Ну а главное, что снова у нас в технической части как-то не получилось. В принципе, игры от From Software никогда не были технически вылизаны, но тут как бы и графон уступает тому же Хорайзону, и производительность уступает тому же Хорайзону. И анимации до сих пор деревянные. Если смотришь на анимацию каких-нибудь крупных врагов, и сравнивая её с Monster Hunter, с PlayStation 2, то в Монхане было лучше ещё тогда, а сейчас-то тем более. Даже в этом смысле Demon's Souls, которые делали Bluepoint, ремейк Demon's Souls, он как-то более вылизанный получается, чем Элден Ринг. Ну, если не считать открытый мир. Так что вроде как Элден Ринг игра так, ну, интересно, интересный концепт. Мы никогда раньше не играли в Dark Souls в полностью открытом мире, похожем на Legend of Zelda Breath of the Wild. Но с другой стороны, может и фиг с ним, не играли, не играли. Предыдущие Dark Souls'ы всё ещё огонь. Едем дальше. Gran Turismo 7. Да, я знаю, что у российских пользователей практически отобрали эту игру, и даже те, кто предзаказал, у них всё отменили, вернули деньги. Но, как ни странно, пресс-копии до сих пор работают, и я до сих пор могу играть, и вроде как даже онлайн работает. Ну, и поскольку я в неё играю, и мне, кстати, даже нравится, то мне тоже хочется как-то об этом рассказать. Сразу, однако, отмечу, что я в целом понимаю людей, которые жалуются на графон, которые говорят, что, ну, как-то она выглядит ненексгенно. Ну, тут, да, если вот даже в интернете появились сравнения, как выглядят зрители в Gran Turismo на трассе, и как выглядят они в Forza Horizon, где на минуточку ещё и открытый мир. То есть, как бы, там, по идее, как раз хуже должна быть детализация, но нет. Но, с другой стороны, Gran Turismo всегда было про машины. То, как выглядят машины, ездят машины, как они представлены, как про них рассказываются. И Gran Turismo, это, наверное, если вы любите автомобили, любите историю автомобилей, это до сих пор одна из лучших игр, которая вот так рассказывает историю. В принципе, да, в Forza Horizon тоже там есть и вот с этими раритетами очень интересные истории. Иногда бывают целые такие группы состязаний, которые тоже про историю машин. И да, я специально говорю именно про Forza Horizon, а не про Forza Motorsport. Несмотря на то, что конкурент Gran Turismo это Forza Motorsport. Но просто Forza Motorsport, она, на мой взгляд, вообще никак не провоцирует любить автомобили. Вот Gran Turismo и Forza Horizon хоть как-то с этим справляются. А вот Forza Motorsport, это как бы, ну а давайте сделаем конкурента Gran Turismo, и что у нас там? В Gran Turismo нет повреждений, давайте сделаем повреждения. Ну и как-то всё. То есть, Forza Motorsport, она вот как-то без души. Вот в Forza Horizon есть душа, в Gran Turismo есть душа. А вот Forza Motorsport нет. Ну так вот, Gran Turismo снова впечатляет, как машины просто показаны. Когда ты проехал гонку и делаешь повтор, то вот каждый кадр, с какого ракурса снимает камера, как это всё выглядит, это просто невероятно вкусно. Как рассказывается про автомобили. То, что ты можешь прокачивать эти автомобили и как это сделано. Да, ты можешь во многих играх это делать. Ну тут ты реально пришёл в гонку, и ты понимаешь, что ты просто ничего не можешь. Там немножко попрокачивал автомобиль. И ты уже понимаешь, что она лучше стала ехать и понимаешь в чём. И вообще сама езда в Gran Turismo, она очень приятная. Особенно если среди симуляторов. Потому что часто как делают? У нас типа симулятор, поэтому машина даже на скорости 60 км в час должна уходить в занос с любого минимального поворота. Но это неправда. Так в реальности не бывает. И да, я сидел за рулём настоящего гоночного автомобиля на презентации Porsche на подмосковной трассе. Конечно, я не ездил там на 200 км в час. Нам этого не давали. Мы там ехали змейки. Но всё равно, даже на 100 км в час повороты мы примерно там входили. Спортивный автомобиль не теряет сцепление с хорошей дорогой, с хорошими шинами. Если нет какого-то дождя проливного или всё такое. То есть он остаётся на ней стабильным на дороге. И вот эти все заносы, как коровы на льду, это не симулятор. Это как раз наоборот, аркада. Просто непонятно, зачем тогда это делать. Но тем не менее, то есть в Gran Turismo мне нравится управление, в том числе на геймпаде. В Gran Turismo 7. Если сравнить с тем же Gran Turismo Sport, то да, многие говорят, ну графика не изменилась. Это действительно не то, чтобы она сильно изменилась. И даже местами видны какие-то пикселизованные тени до сих пор. Какие-то местами как будто плоские деревья или там трава какая-то странная. Не наексгенно выглядит. Но если мы говорим о езде и о том, что изменилось в Gran Turismo 7 по сравнению с Gran Turismo Sport, то в Gran Turismo 7 снова у нас нормальная прогрессия, что мне тоже очень нравится. Потому что Gran Turismo Sport, ну это был какой-то спин-офф. Знаете, как был ещё на PlayStation 3. До того, как вышел Gran Turismo 5, был Gran Turismo Prolog. И вот GT Sport это был такой какой-то Prolog, но заточенный на сетевую игру. А Gran Turismo 7 это уже полноценная номерная игра, где грамотная прогрессия. Где реально я чувствую, ради чего я всё это делаю. Ради чего я езжу, зарабатываю, участвую в состязаниях, в чемпионатах. Я начинаю понимать автомобили. Начинаю понимать, какой автомобиль нужен для какой ситуации. И машина на тебя осыпется не как в той же там, в Forza Horizon, что ты там просто проехал 5 метров и у тебя 3 новых машины. Нет, ты реально их зарабатываешь. Зарабатываешь своими стараниями, своим участием в гонке. И это интересно видеть, как расширяется твой парк. Вот это вот меню, которое сделали в Gran Turismo 7, оно тоже как-то побуждает вникать в историю автомобилей. И в этом смысле Gran Turismo 7 дарит действительно потрясающие ощущения, если ты, ну, хоть чуть-чуть любишь машины. Я не такой прям, знаете, задрот по машинам, которые там вообще и марки все знают, и знают, что там где под капотом вообще могут там сами чуть ли не чинить вообще автомобили. Нет. Ну, мне нравится, как минимум, как выглядят автомобили. И в этом смысле в Gran Turismo 7 все на своем месте. Ну и да, я надеюсь, что все-таки и российским геймерам игра вернется, потому что она того стоит. Последняя игра, о которой хотелось бы сегодня рассказать, это Triangle Strategy на Nintendo Switch. Эксклюзив Nintendo Switch от создателей Octopath Traveler, что довольно очевидно, если вы играли в Octopath Traveler и увидели, как выглядит Triangle Strategy. Тут надо отметить, что я на самом деле, когда на стриме играл, я тогда еще совсем мало поиграл в игру, и я сказал, что это такой Fire Emblem. И в принципе, да, на Fire Emblem во многом похоже, но здесь я бы, знаете, как сказал, что бои это даже не основной элемент игры, несмотря на то, что он называется, ну, что-то со словом стратегия, да. В Triangle Strategy ты играешь, ну, примерно как в ролевую игру, потому что у тебя много придется делать выбор, и выбор иногда сложный, серьезный, и от твоего выбора действительно зависят дальнейшие какие-то события. И я бы сказал, это гораздо важнее, тем более, что большую часть времени в игре вот я провожу в том, что я просто смотрю катсцены, слушаю диалоги, большинство из которых озвучены. А сами битвы, ну, как бы, во-первых, их мало, во-вторых, они мне не понравились. Ну, потому что даже Fire Emblem на боевую систему, которую я постоянно ругаюсь, даже там как-то все сделано, ну, посерьезнее. Ну, тут потому что, ну, вообще, то есть, смотрите, например, у тебя есть маг. Маг дамажит огнем по площади, так вот выясняется, что Friendly Fire'а нету вообще, то есть, ты можешь фигачить по своим, и ничего страшного, твои не пострадают, а враг пострадает. То же самое касается, там у тебя есть чувак с пикой на лошади, и он может на две клетки вперед дамажить обе клетки перед собой. Но если там стоит твой, даже, допустим, вот стоит вот этот чувак на лошади, потом кто-то твой, и потом враг, то нет, он попадет только во врага, и не попадет ни в кого больше. Или вот тут есть такая механика, что стоит твой какой-то солдат, потом враг, потом снова твой, и один из твоих атакует, то второй может отвечать, типа ты его в тиски зажимаешь. И есть механика, что в конце каждого боя ты поворачиваешься в какую-то сторону, ну, чтобы принимать удар не в спину, потому что в спину идет критическая атака, а вот лицом. Но для вот этой атаки как бы ножницами, ну, или атаки в тисках, получается, нет никакой разницы, куда повернуты твои солдаты. Без разницы просто. Даже более того, если только один твой солдат стоит перед врагом, а твой лучник стреляет вообще неизвестно откуда, попадает стрелой, то это все равно работает как ножницы и просто, не знаю, это бред какой-то. И, в общем, я вот играю в это, и вот думаю, что даже в Марио Кроликах гораздо более глубокая боевая система, именно боевая система, чем здесь. То есть в Трайангл Стрета же действительно интересно следить за развитием событий, за персонажами, их тут много, тут всякие интриги и сюжет вроде все-таки не банальный, как мне казалось сначала. Но, тем не менее, все равно получается, что вот этот момент реализован хорошо, а момент с боями, который многим почему-то казался основным, а оказался даже совсем не основным, потому что его мало, реализован плохо. Ну, а насчет мало, то есть здесь реально ты часа два, наверное, играешь, и из этих двух часов у тебя там 15 минут, может быть, ладно, полчаса у тебя битв, и все. Остальное время ты читаешь текст, слушаешь, ходишь, там иногда есть момент, когда ты просто ходишь по локации, там изучаешь, разговариваешь, ну, тоже ничего такого особо интересного. То есть игра больше на диалогах строится, на разговорах, чем на боевке. В общем, складывается ощущение по поводу Трайангл Стретеджи, что у разработчиков было какое-то видение сделать какую-то уникальную игру, и вот, ну, не уверен я, что у них это получилось. В итоге получилась игра и не для любителей визуальных новелл, и не для любителей всяких там стратегий, тактик, пошаговых игр вот таких. Получилось как-то вот нечто среднее, и может быть, действительно лучший способ играть в Octopath Traveler, это просто поставив бои на самую низкую сложность, просто чтобы, ну, на них вообще как-то не отвлекаться, побыстрее бы он закончился, и дальше перейти снова к самому интересному, к вот этому сюжету, к развитию сюжета, к выборам, которые влияют на дальнейшее развитие сюжета, и вот так вот играть. Ну вот, в принципе, все, что я хотел рассказать сегодня, напишите мне в комментах, играли ли вы в эти игры, про которые я сегодня рассказывал, что вы о них думаете, какая из них вам нравится больше всего. А с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает мой канал. И, кстати, да, меня сейчас часто спрашивают Денис, а где вот сейчас в текущей ситуации лучше тебя поддерживать, ну, вот как-то так получилось, что, наверное, сейчас лучше всего Бусти. То есть там вот вообще ничего не изменилось, и все до сих пор работает, и все в рублях. В любом случае, всем вам спасибо, и тем, кто просто смотрит это видео, надеюсь, у вас все будет хорошо. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok